МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К юбилею республики новые больницы. Более миллиарда рублей потратят на реконструкцию трех столичных клиник. Сертификация на родине, экономия времени и денег. Проблемы предприятий инновационного кластера обсудили с московскими экспертами. День науки. Сегодня молодые ученые получали награды и говорили о своих разработках. На реконструкцию трех больниц в столице Чувашии будет выделено более миллиарда рублей. Модернизация центральной городской больницы по проспекту Ленина, стационары городской больницы номер два по улице Гладкова и здание диагностического центра РКБ включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия Чувашской автономной области. На реконструкцию городской больницы в течение четырех лет с 13 по 17 годы направят почти 500 миллионов рублей. Из них 220 потратит в федеральный бюджет и 272 – республиканский. Там разместится поликлиника, женская консультация, психотерапевтические и реабилитационные центры. Рядом разместится детская поликлиника. Реконструкция детской больницы по улице Гладкова предполагает расширение инфекционного стационара путем пристроя четырехэтажного корпуса, который будет соединен переходом с существующим корпусом. Цена вопроса – 192 миллиона рублей средства республиканского и 130 – федерального бюджета. Взрослая и детская поликлиника – центр восстановительной медицины и реабилитации, центр здоровья – разместятся в здании диагностического центра Республиканской клинической больницы. На это потратят 187 миллионов рублей. Трамплин для инноваций. Предприятие электротехнического кластера в ожидании поддержки федерального центра. Дело не только в денежной подпитке. Ведущим производителям реле необходим общий для всех центр сертификации. Сейчас, чтобы зарегистрировать свой продукт, чувашские предприятия проходят долгую процедуру. Собственная организация ускорит этот процесс в разы. О перспективах создания подобного центра в регионе сегодня говорили с гостями из Москвы, которые как раз отвечают за продвижение инноваций в стране. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Инновационный кластер республики уже не перегонишь. Сейчас в его составе более 50 предприятий и организаций. Релейная защита – основной продукт. Именно на чувашскую промышленность приходится половина всех поставок российским заказчикам. Новые цели признанных лидеров обогнать по поставкам иностранных производителей уже не заоблачные. Следующий за этим шаг – захват зарубежных рынков. То есть, если бы мы смогли смоделировать энергетическую систему Российской Федерации, то, соответственно, имея механические возможности для моделирования, мы бы могли моделировать другие энергетические системы других стран и, соответственно, уже более уверенно выходить на рынки иностранных государств. Но в то же время кластеру необходима поддержка властей. Отсутствие своего сертификационного центра – один из главных тормозов наступления на Запад. Лицензировать инновации сейчас приходится за пределами республики. Зачастую на весь процесс может уйти год, а то и больше. На Западе существуют типа КЭНы, да, это единые центры, которые прошел сертификацию в этом центре. Пожалуйста, тебе дорога, везде тебя могут брать, и никто ничего больше не требует. Сегодня ни одного такого центра нет. Эти сроки благодаря центру сократятся в разы. Создать его пытаются давно, даже приобрести оборудование промышленники, готовые за свои средства. Но дело не только в деньгах. Центр, если он действительно будет признан политически, он будет самоокупаемым. Там не понадобится никаких федеральных денег. Потому что его и профинансировать можно через кредитные ресурсы, и сами предприятия сложатся, это все обсуждалось. Но риск один. То есть, если этот центр не признают, получается, никто из других, то фактически все деньги на ветер. Необходимые официальные разрешения, добро на открытие сертификационного центра могут дать только федеральные власти. Письмо в Минэкономразвитие России Чувашия уже писала. Пока дело не сдвинулось с места. Предприятия электротехнического кластера ждут внедрения в процесс системы единого проектирования на разработке. Многим промышленникам сначала приходится ждать задания, потом тратить время на его изучение. В итоге сроки от идеи до сборки техники на конвейере растягиваются. Сегодня кто во что гораст, тот это и проектирует. И получается, что если производитель разработал типовые такие шкафы и так далее, то проектанты пытаются в эти шкафы забить все, что угодно. Кадры тоже решают все. Чтобы растить квалифицированных работников, их необходимо обучать на оборудовании прототипы реального производства. В вузах материальная часть дотационная, чтобы выйти из положения, студентов обучают на базе предприятия. Современные тенденции другие, подметили эксперты. Учебным заведениям необходимо не надеяться на работодателей, а самим заказывать оборудование для обучения. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Их работа – небесные трассы. Завтра день гражданской авиации России. Именно в этот день, 9 февраля 90 лет назад, было принято историческое постановление Совета труда и обороны СССР об учреждении Дня аэрофлота. Праздника, который раньше был одним из самых любимых в стране. Сейчас этот день отмечают все предприятия, учреждения, организации и органы государственного управления воздушным транспортом. Первые самолеты в небе на Чувашии появились летом 1928 года. Своих летных подразделений в республике долгое время не было. В нашем аэропорту базировалось авиазвено 148-го горьковского авиаотряда. Только в 1965 году был образован Чебоксарский объединенный авиаотряд, командиром которого стал Виктор Энгельс. В прием за короткое время звена самолетов Ан-2 выросло крупное современное рентабельное авиационное объединение, одно из лучших в Приволжском управлении. Из Чебоксарского аэропорта можно было вылететь в более чем 50 городов Советского Союза. В год перевозили около 400 тысяч пассажиров, десятки тысяч тонн грузов и сотни тонн почты. В 1995 году Чебоксарский аэропорт получил статус международного. В наше время воздушное пространство Чуваши не загружено так сильно, как при Энгельсе. К нам редко заходят международные рейсы, да и внутренние они такие регулярные, как в Москве или в той же Казани. Но авиапредприятие развивается. Планируется развитие региональных перевозок. Это маленькие самолеты, 8-9 местные, типа Пилатус, которые будут выполнять рейсы ежедневно в Самару, в Саратов и два раза в неделю в Уфу. Также планируем развитие маршрутной сети на 2013 год. Это открыть рейс на Питер раз в неделю и на Сургут. Аэропорт является воздушным воротом Чувашской республики. Все инвестиции, все, так скажем, бизнес-проекты через высокопоставленных людей, соответственно, бизнес людей, все проходят через наш аэропорт. Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает ликвидировать плату за внутрироссийский роуминг. Как утверждает либерал-демократы, во всем мире это уже отменено. Давно пора сделать в России единую тарифную зону и прекратить взимать плату за использование так называемого внутрисетевого роуминга, говорят в ЛДПР. Соответствующий законопроект был внесен еще два года назад. И вот сейчас глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщает, что ведомство планирует отменить плату за национальный роуминг. В ЛДПР также задумались, почему в России такие высокие тарифы на международную связь. Сегодня отмечается День российской науки. Молодые ученые совместно с Министерством образования Чувашии провели круглый стол по вопросам развития науки и технологий в республике. Участники разговора обсудили как новые проблемы, так и те, что давно требуют решения. Несмотря на быстрое развитие современных технологий, ученые по-прежнему озабочены развитием науки не только в Чувашии, но и по России в целом. К примеру, многие ученые по-прежнему недооценивают свои труды. Если вы переоцените свою работу, просто получите отказ и не будет опубликовано. Но многие, я знаю, что свои работы просто недооценивают. Или просто идут по накатному легкому пути. Просто уже знакомы с каким-то маленьким изданием. Пусть оно входит в список рекомендуемых журналах ВАГ. Там как-то простенько опубликоваться. Редакция простая, формальная. Вот он свою, возможно, очень даже хорошую работу опубликует в каком-нибудь не очень высокоретовом журнале. То есть нужно правильно оценить свою работу и подать ее в приказ. Но вдруг ее оценят и в зарубежном, престижном, не просто даже в зарубежном, а в очень престижном журнале эту работу. Кроме того, было отмечено, что ученым очень сложно продвигать свои новые и полезные для общества идеи. А также слабая информационная база не позволяет им в полной мере реализовывать свои возможности. На встрече наградили лауреатов престижных конкурсов республики «Лучший молодой ученый и аспирант года». И в продолжении темы. Чтобы поддержать интерес молодежи к научно-исследовательской деятельности, в Чувашии ежегодно проводятся более 200 различных мероприятий, в которых принимает участие десятки школ. Сегодня в лицее номер два прошла научно-практическая конференция с участием представителей Роснано. Основывая в 1724 году Академию наук, Петр I даже не представлял, что спустя сотни лет российские ученые станут ведущими специалистами в различных областях, несмотря на многие трудности в развитии и становлении отечественной науки. Новое поколение ученых воспитывается и в стенах лицея номер два. Не первый год, в День науки, здесь проводится научно-практическая конференция. Понятно, что мы еще с вами до большой науки, может быть, не совсем доросли, но я думаю, вот те маленькие крупицы вашего пытливого ума, ваших очень, может быть, пока несложных исследований, которые вы проводите, они сыграют в свое время огромную роль в развитии науки в нашей России. Такие конференции для лицеистов – еще один шаг в сторону науки. Перспективы для них открываются не на словах, а на деле. За плечами победы в научных конкурсах, а впереди их ждут самые престижные вузы России. Уникальная система образования в лицее работает на результат. Мы построили за два последних года уникальную, не имеющую аналогов не только в стране и мире, работу со школьниками. Эта система получила высокую оценку известных деятелей образования, науки, культуры и бизнеса разных стран. Главное отличие системы от всех остальных – это тесное сотрудничество с высокотехнологическим бизнесом. Сотрудничество с Роснано уже оправдывает ожидания. В лицее знания сразу подкрепляются практикой. Это позволяет юным ученым-лицеистам развиваться в ногу со временем и продвигать свои идеи в жизнь. Александр Макаев и Михаил Мальцев всего за неделю создали лего-робота. Он без труда решает головоломку – кубик Рубика. Многие из нас не могут собрать у него и двух сторон. Вот просто мы увидели дома кубик Рубик несобранный и решили его собрать. Это оказалось очень сложным. У Миши был робот, который может это сделать. И мы решили написать программу и собрать кубик Рубика. Такие мини-роботы смогут стать основой для разработки более серьезной техники. Внедрение дистанционного управления – уже реальность. К примеру, этим роботом можно управлять с помощью мобильного телефона. Глядя на все это, несложно понять, что наше будущее зависит от новых технологий. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах проводится доследственная проверка по факту смерти работника предприятия при разгрузке вагона щебнем. 7 февраля на территории промышленного предприятия по производству железобетонных конструкций погиб 58-летний рабочий. Он забрался наверх загруженного вагона. В это время открылись разгрузочные люки, расположенные в нижней части полу вагона. И мужчина вместе со строительным материалом упал вниз. Через несколько минут в Щебне коллеги обнаружили погибшего. По данному факту, следственным отделом по городу Чебоксары, Следственному управлению Следственного комитета России по Чувашии проводится доследственная проверка. О спорте. 364 дня осталось до 22-х Олимпийских зимних игр и 392 дня до Паралимпийских. Продажа билетов уже началась. А вот купить их россияне и официально проживающие в нашей стране иностранцы могут лишь на сайте Оргкомитета Сочи-2014. Он выступает единственным продавцом билетов на Олимпийские игры. Что касается других стран, то приобрести такой документ возможно только у официальных билетных агентов. Они назначаются Национальным Олимпийским комитетом в своей стране. Наряду с билетом все зрители должны будут иметь при себе еще и паспорт болельщика при проходе на соревнования. Это обязательное условие допуска на место проведения состязаний. Между тем, начался обратный отсчет предолимпийского времени. Накануне в крупнейших городах России запустили Олимпийские часы. Они были установлены и в Нижнем Новгороде, на площади Горького. Торжественную церемонию открыл полпред России в ПФО Михаил Бабич. Олимпийский таймер показывает точно вплоть до секунды, сколько осталось до главного спортивного события страны. Эта конструкция длина 4 метра. У нее два жидкокристаллических дисплея. С одной стороны отсчитывается время, оставшееся до Олимпиады в Сочи, а с другой до Паралимпиады. Такие проекты под силу только великим державам. Мы слышали и в средствах массовой информации, и, как говорится, за рамками официальных обсуждений, то восхищение, которое сегодня выражают члены Международного Олимпийского комитета, Исполнительного комитета игр, тем объемом работы, тем качеством работ, которые проведены сегодня в Сочи. Поэтому, конечно, хорошее настроение. Уверены в том, что и Олимпийские объекты будут высочайшего качества, высочайшего уровня. Ну и, конечно, то, что наши спортсмены покажут лучшие результаты. Остается добавить, что подобные Олимпийские часы появились еще в семи городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске. Ну а самые первые еще в мае 2011 года были установлены в столице игр в Сочи. В Чуаши открылись зимние первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Чуаши Михаил Игнатьев. В обновленном после реконструкции легкоатлетическом Манежиного Чебоксарска за медали первенства будут бороться более 500 спортсменов. Прежде чем объявить первенство открытым, глава республики ознакомился с ходом капитального ремонта. Новые беговые дорожки и легкоатлетические секторы Манежа непременно должны помочь молодым спортсменам в достижении лучших результатов и рекордов. Кто дальше хочет заниматься там, в том числе, в том числе, мы делаем, делаем и будем делать соответствующую условию для того, чтобы наши юноши и девушки могли заниматься уже в новом условии. Всего в первенстве принимают участие спортсмены из 63 регионов. Соревнования проводятся по 14 дисциплинам, среди них беговые и технические виды. В течение трех дней юниоры и юниорки будут состязаться в скорости, меткости и, конечно, бороться за звание лучших на чемпионате. Упорная борьба чемпионата страны королевы спорта началась с забегов на 60 метров. Данифат Агирова, Николай Яковлев, Республика. На сегодня это все. Хороших вам выходных. Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До свидания.